Мне кажется, что опаснее, чем Астрахань, то, что происходит на Дальнем Востоке. Даже по результатам прошедших выборов мы видим там явные признаки разочарования. Очень невысокая явка и, в общем-то, совсем невысокие результаты Единой России. И относительно невысокие, конечно. Это признак того, что не только люди разочарованные, но и местные элиты тоже не очень яростно хотят показать правильный результат. Они не убиваются. И если посмотреть на Дальний Восток, то там относительно популярен Жириновский. А вот как раз партия власти там идет вниз. И бог бы с ними. Это, в конце концов, сегодня так, завтра рядок. А вот что необратимо, это то, что народ оттуда уезжает. Уезжает, уезжает, уезжает. И сделаются все меньше, меньше и меньше. И на этом фоне все эти разговоры про Дальневосточный гектар – это просто плевок людям в лицо. Что ты с этим гектаром будешь делать? Если ты хочешь всерьез человека прикрепить к земле его экономическими интересами, ну, повтори Столыпинскую идеологию, когда он давал возможность взять земли столько, сколько человек может обработать, семья его. И при этом освобождал на несколько лет от налогов. И обеспечивал огромное количество разных льгот, чтобы привлечь туда людей из центральной переселенной России. И то 27% от всех переселенцев все равно возвращались, потому что тяжело. А здесь тебе предлагают этот самый гектар. Это как Виктор Иванов 10 лет назад предлагал приехавшим в Россию подъемные в размере 2000 долларов на то, чтобы они там устроили себе жилье. Ну, тут слов нет просто. Это то же самое, что разговоры про научно-технический прогресс. Мы же людям пошли навстречу, мы им дали аж гектар. На гектаре можно построить дом. А хозяйство там развести, ну, в лучшем случае это может сделать кореец, который будет там выращивать лук на гектаре. На самом деле для хорошего сельскохозяйственного производства нужно как минимум несколько гектаров. Ну, для травопольной системы, но для того, чтобы сейчас выпас, на завтра там пашня, на следующий год, трипольная система, какая угодно. Но нужно десятки гектаров. Этого не дают. А в чем опасность, что там будет все обезлюживание полное? Одечание. Одечание. Я уже сейчас вижу статьи публикуются, что пенсионеры уезжают в Китай. Конечно. Уезжают, потому что, ну, сейчас-то я думаю, этот процесс остановился, потому что это было актуально лет пять назад, когда рубль стоил, доллар стоил 30 рублей. И, соответственно, за российскую пенсию в размере там 12-15 тысяч рублей в соседнем Китае можно было вполне безбедно существовать. Сейчас уже нет. Сейчас уже рубль упал. Поэтому этот процесс оттока пенсионеров, он естественным образом купируется. Но хуже-то не это. Пенсионеры, в конце концов, они пенсионеры. Уезжает активное, торгоспособное население. Хорошо, если в Сибирь, там, Новосибирск, Красноярск находят там себе работу. А ведь многие еще и дальше, в Канаду или в какие-то другие места уезжают. И нам рассказывают про то, что там какая-то рождаемость повышается. Во-первых, я не очень в это верю, потому что я знаю, как такие цифры изображаются. А во-вторых, если она где-то и повышается, то они на Дальнем Востоке. Люди детородного, активного возраста с досадой топнув по своей земле, где жили отцы и матери, уезжают туда, на Запад. То есть, если в царскую эпоху и в первую половину советской эпохи народ ехал туда, в царскую эпоху по доброй воле, в советские времена в значительной степени по недоброй воле, там как-то оседал. А потом их там удерживали длинным рублем и этими коэффициентами региональными, как вы знаете. То сейчас их уже держит там все меньше и меньше факторов. Поэтому мы видим, что Владимир Путин пытается найти какой-то общий язык с Японией. Инвестиции нужны, деньги нужны. Так, намек, что намек. Допустят реальные изменения. А это я же не знаю, как они договорятся, но в Японии есть понятный интерес расширить зону приложения своего капитала. Между нами говоря, возможно, вам будет интересно узнать, что в Японии проживает 128 миллионов человек. А у нас 145. Ну, примерно сопоставимо. А при этом территория по площади меньше, чем одной Архангельской области. И при этом они производят ВВП больше, чем вся огромная Россия. То есть концентрация просто чудовищная, уплотнение чудовищное. При этом земля у них далеко не медом намазана, там сейсмоопасные горы и так далее и тому подобное. Так вот, там большая концентрация капитала, большая концентрация технологий. Они, естественно, хотели бы расшириться, вовсе не обязательно захватывая эти территории, как нас пугают, в экономическом плане расшириться на территории Дальнего Востока. И так или иначе это будет происходить. Это неизбежно. Потому что или эти земли дичают, или туда должен прийти какой-то поток капитала, людей, технологий и так далее. К сожалению, Москва с этим не справляется. Значит, давно описанный в книжке «Бремя Сибири» вариант с привлечением инвестиций. Откуда? Мы до этого пытались привлечь инвестиции из Братского Китая. Через вот эти самые силы Сибири и прочее. Братский Китай с инвестициями сейчас ведет себя скромнее. Это не 5 и не 10 лет назад, когда у него было очень много, когда он покупал Африку на глазах у всех. Сейчас он, грубо говоря, жмется насчет инвестиций. И это место хочет занять Япония. Это вполне нормальная такая доброкачественная геополитическая структура. И Владимир Путин, наверное, это понимает. Он ищет какие-то способы решить эту задачу. Дай бог удачи, потому что если там ничего не делать, то там будет пустота, там будет пустыня. Пусть лучше будут японские деньги, чем никаких денег. Тем более, что это можно обговорить какими-то ограничениями. Здесь как раз Владимира Путину трудно заподозрить в том, что он наивный человек. Нет, но если деньги, то хорошо. А если вот это будет история какого-то седьмого или восьмого года, когда там столб пограничный неправильно поставили и началось все из-за столба. Ну, как раз насчет столбов. КГБ очень хорошо знает свой маневр. Поэтому я думаю, что вот тут-то они как-то проследят. Вопрос в том, чтобы танцы вокруг столба не отпугнули эти самые деньги. И последний вопрос. Мы как-то не на позитиве сегодня трю проводим. Совсем не на позитиве. А что особенно позитивничать-то? А вот есть у нас какой-то свет, который любят журналисты сказать в конце туннеля? Ну, вы знаете, свет в конце туннеля всегда есть. Потому что, как говорят, что когда человек умирает, он видит вспышку света. Ну, вы знаете. Свет. Нет, но мы должны, даже если мы его не видим, мы должны и себя убеждать, и других убеждать в том, что есть смысл жить. Потому что иначе, ну что, уезжать, покидать, как бы плюнуть и растереть. Ну, это неправильно. Поэтому есть свет, все-таки мы не мелкая нация. У нас богатый культурный опыт. У нас болезненный, но, в общем, эффективный опыт перехода в более совершенную экономическую и социальную модель. Вот мы из, извините за выражение, псевдорабовладельческого строя, когда номенклатура буквально владела людьми всем. У человека не было ни своего угла, его в любой момент могли выселить, ни своей независимой источникой доходов, ни своей работой его могли перевести или выгнать. То есть, вот этот псевдорабовладельческий строй, когда коллективным собственником выступала номенклатура, сменился гораздо более прогрессивным псевдофеодальным строем. Вот сейчас мы приближаемся к переходу в более продвинутую структуру, социокультурную, напоминающую уровень среднебуржуазных свобод, которые примерно соответствуют европейским стандартам. На этом переходе мы массу трудностей испытаем. То есть, я говорю, уезжать не надо. Вот Академия Грыжов постоянно в интервью сотни говорят, уезжайте, кто может, уезжайте, уезжайте. Понимаете как? Я боюсь быть безответственным. Каждый решает сам. Я остаюсь. А мои дети уезжают. И не потому, что я им советую. Потому что они понимают, что для их способностей там больше возможностей реализоваться. Ну а здесь тоже какие-то люди остаются, но те, которые реализуют себя главным образом в номенклатурном поиске. Понимаете? В номенклатурном поле. У них очень быстро появляются очень дорогие импортные машины, очень-очень престижные квартиры. Потому что государство безумно богатое. А вот страна почему-то довольно бедная получается. И население тоже. Поэтому, с одной стороны, если мы пройдем дальше вот этим же направлением, то есть, может быть, для того, чтобы выжить, надо просто выжить. Потому что уже сейчас не выглядит безумием предположение о военном конфликте. А для того, чтобы развивать Россию, надо прежде всего сохранить себя, свою жизнь. Поэтому академик Рыжов постарше и поопытнее меня, он видел времена похуже. Может, я поглупее, но зато я в некотором смысле чуть-чуть более оптимистичный. Я уезжать пока не хочу. Пока не выгонят насильно, я не уеду. Спасибо большое. Ну а сейчас о совместных экономических проектах России и Японии. О том, что именно планируют осуществить две страны. И какие перспективы открываются для Москвы и Токио. Мой коллега Антон Борисов обсудил с Хироси Гассека, министром по делам сотрудничества с Россией в области экономики. Господин министр, я рад приветствовать вас в России. Если позволите, сразу задам тогда вам первый вопрос. Насколько я знаю, что вы выступаете за новый подход сотрудничества Японии и России. Именно касается совместной хозяйственной деятельности. Вот можете рассказать нам о конкретных примерах более подробнее. Как я понимаю, даже вот те документы, которые сейчас лежат рядом с вами на столике, они как раз касаются именно этого. Да, действительно, Япония хочет развивать торгово-экономические отношения с Россией. И у меня на столе действительно лежат документы по восьми направлениям развития наших торгово-экономических отношений. В мае этого года, когда в Сочи встретились ваш президент Путин и наш премьер-министр Абе, они приняли решение развивать экономические отношения по этим восьми направлениям. Во время этой встречи наш премьер-министр лично передал этот план Владимиру Путину, по которому наша страна готова экономически по восьми направлениям сотрудничать с Россией. В этом плане заложены восемь проектов по улучшению экономического благосостояния россиян, улучшению медицинского обслуживания и по улучшению уровня взаимопонимания в российско-японских отношениях. Есть также проект улучшения городской среды. Третий – это сфера улучшения российской промышленности и повышения уровня жизни россиян. Премьер Аббе лично показывал Путину различные фотографии проектов. И в конце их беседы Владимир Путин аплодировал плану Аббе. В Сочи наш премьер Аббе передал примерно 30 экономических проектов. И российскому президенту очень понравились эти проекты. Да, действительно очень интересно. Особенно борьба с пробками и утилизация мусора, по-моему, для России очень актуальна. Я вот хотел задать такой уточняющий вопрос. Но вот те 30 проектов, которые вместе с российскими коллегами вы определили, вот большинство из них касаются каких именно направлений? Не могли бы вы более подробнее об этом рассказать? И вот именно тогда плюсы для России очевидны. Это мы все понимаем. Для Японии здесь в чем интерес? Здесь есть 8 направлений. Потом наши лидеры встретились во Владивостоке. После министр экономического развития России Улюкаев посетил Токио и уточнил эти проекты. Потом у нас побывал министр по развитию Дальнего Востока, господин Галушка. И мы тоже уточняли эти проекты. Потом меня 1 сентября назначили министром, отвечающим за российско-японские отношения. Вчера мы встретились с министром экономики Улюкаевым и обсудили эти проекты, как мы будем их реализовывать, чтобы к 15 декабря к визиту Владимира Путина в Японию мы могли бы их объявить. Сейчас мы выбрали 30 проектов. Они находятся в руках частных компаний, и я не должен их объявлять. Но на сегодня есть пилотный проект «Город Воронеж», и я могу рассказать, что мы выбрали этот город для создания благоприятной среды. Еще мы проведем проверку примерно 10-12 заводов на предмет эффективности. Вы спросили, в чем плюс для Японии в этих 30 проектов, и я хочу сказать, что нам это принесет огромные привилегии на российском рынке, так как сейчас уровень торговли безумно низкий. Это будет способствовать развитию японского бизнеса. Из этих проектов обе страны должны выйти победителями. Если позволите уточняю еще вопрос по поводу Воронежа, в чем заключается именно этот проект по градостроительству, здесь имеется в виду борьба с пробками, может быть, управление коммунальными услугами, в чем это заключается. И по поводу предприятий, может быть, уже вы можете назвать, какие предприятия посетят японские эксперты, и когда это произойдет. Что касается создания городской благоприятной среды, у Японии большой опыт в этом вопросе. У нас есть прекрасные технологии. Это создание линии электрички вдоль жилых домов. Например, мы строим электрички рядом с домами. Сегодня мы были в ботаническом саду, и там высоко оценили эти технологии. Еще что касается водоснабжения и канализации, мы можем все это модернизировать. Также это умный светофор, который знает, когда потухать. Другая технология связана с водой и канализацией. Даже во время ремонта вода работает. Также у нас есть опыт утилизации отходов. Мусор сжигается, и можно им отапливать даже бассейны. Воронеж – миллионный город, и мы думаем, как его модернизировать для жителей. Что касается производительности, это слово «кайдзен», его знают во многих странах мира. К сожалению, в России об этом не знают. Кайдзен – это повышение производительности. Мы пока такую возможность исследуем. Когда я сегодня встретился с японскими производителями, они сказали, что россияне очень талантливые, и мы хотим пригласить начальников цехов в Японию на обучение. Каким вы видите развитие товарооборота наших стран? Вы уже упомянули, что он находится на недостаточно высоком уровне. Вот каков его потенциал, учитывая довольно непростые экономические времена сейчас? Вот ваш прогноз по этому поводу. И еще вопрос по поводу инвестиций. У Японии очень богатый опыт по привлечению инвестиций, по инвестированию. Наверняка многие инвесторы, когда узнали о том, что есть вот эти 30 проектов совместных, проявили большой интерес. Вот насколько большой интерес сейчас со стороны инвесторов, и может быть вы обозначите какие-то определенные проблемы, помимо экономических, которые мешают плодотворному сотрудничеству? Россия и Япония уникальные взаимосвязанные страны. У России много территорий и специалистов, а мы знаем, как благоустроить территорию. Японские бизнесмены должны понять, что в России весь бизнес и суды прозрачны, и введение в ней бизнеса принесет большие прибыли. Нам нужно преодолеть это заблуждение, и нам нужно думать, как из этого сделать реальность. Важно, что президент Путин и наш премьер Абе испытывают друг к другу доверительные отношения. Смотрите, за последние два месяца мы смогли найти столько проектов. И главное, что укрепление политического сотрудничества дает импульс для развития бизнеса России и Японии. Россия сегодня является прекрасной страной, чтобы начать новый бизнес. В России царит законность, и это подтверждают сегодня японские предприниматели, работающие в России. На основе доверительной политической дружбы Путина и Абе мы можем продвинуть наше экономическое сотрудничество. Мы уверены, что наши отношения, конечно же, будут развиваться в позитивную сторону, и в том числе с вашей помощью я благодарю вас за это интервью. Большое спасибо. 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 Спасибо.